Рабочий день инспекторов полка ДПС всегда начинается с построения. Развод личного состава может проводиться и в 5 часов утра, если идёт литерное мероприятие. А Сочи – тот город, где события проходят буквально каждый день. Вот и нести службу полицейским приходится в любое время. В таком ритме вот уже 7 лет работают инспекторы Данил Матюха и Борис Казус. Получив вводную информацию, напарники заступают в наряд согласно маршруту патрулирования. Инспектор заступает на маршруту, он обследует маршрут своего патрулирования, выходит с дежурной связи с частью по радиостанции на связь, докладывает о погодных условиях, обстановке дорожной и находится на маршруте патрулирования, несёт службу. Сегодня погодные условия особо не радовали. И в дождь, и в холод им нужно контролировать дорожную обстановку и безопасность движения, следуя всем правилам так называемой «Библии» сотрудника ДПС – 185-му приказу МВД России. Останавливая машину, инспектор представляется, просит показать документы. Всё в порядке, водитель может ехать дальше. Но бывают и такие случаи. В случае неостановки транспортного средства, инспекторы бросаются в погоню и сразу передают всю информацию, свои координаты и госномер машины нарушителя. Семён, 177, Семён Константин, справа остановку. ЛАЗ-2115, справа остановку. Останавливаемся справа. Водитель остановился после требований инспектора. Оказалось, не заметил жезла. Дождь сильный. Но с документами всё в порядке. Трезвый и нарушения за водителем не числятся. Поэтому и завершилось всё пожеланиями быть более внимательным на дороге. На этот раз всё обошлось благополучно. А вообще случаи бывают разные. Угон автомобиля в розыске. Было задерживали, догоняли. Так были нарушители тоже, которые не останавливаются. Останавливайте за любое нарушение. Они не останавливаются. Мы догоняем, останавливаем. О своих заслугах и множестве опасных ситуаций наши герои говорят скромно. Мол, не одни мы такие. Каждый, кто служит родине, готов рисковать всем. И жизнью, и временем семьёй. Лейтенант Борис Казус – отец двух детей. Говорит, не всегда удаётся возвратиться домой вовремя. Нередко работаем и без выходных. У меня дочка каждый день спрашивает, например, папа, ты сегодня выходной или нет? И возмущается, почему ты не выходной? Это всем известно. То, что если ты на работе, то именно в органах внутренних дел, то ты уже на работе. У тебя нет своего какого-то личного времени лишнего. И если оно у тебя выпадает, конечно, ты его очень сильно ценишь. И каждый момент, каждый день выходной, когда ты дома с семьёй, ты его стараешься провести непосредственно с семьёй, с максимальной отдачей для семьи, для своей. Разнообразие в ежедневную работу на посту, погоню за нарушителями и работу во время литерных мероприятий несколько раз в год вносит проверка на профпригодность. Инспекторы полка ДПС, так же, как и другие сотрудники полиции, проходит экзамен по теоретической и практической части своей службы. Сотрудник, когда сдаёт проверку на профпригодность, он должен сдать следующие этапы. Правовую подготовку, служебную подготовку, огневую подготовку и физическую подготовку. В физическую подготовку тоже входит упражнение на скорость, то есть это челночный бег, упражнение на силу. Бегать или поднимать гирю полицейские вправе выбирать сами, ведь в службе важно не только уметь догонять, но и удерживать нарушителя, а также обращаться с оружием. Два раза в месяц полицейские приходят в служебный тир, чтобы с расстояния 10 метров и за 10 секунд поразить цель. Судя по мишени, а это лист бумаги формата А4 от этих стрелков, точно не уйти. Помимо инспекторов в штате много и других специалистов, которые помогают раскрывать кражи автомобилей, скрывшихся с места происшествия водителей, занимаются материалами по ДТП и так далее. Сочинское подразделение ГИБДД – одно из самых больших в стране. В полку ДПС свыше 700 человек. И каждый скажет – носить форму сотрудника полиции не только престижно, но и ответственно. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.